В эти выходные в Спаске Дальнем в шестой раз прошел фестиваль «Клубничная столица Приморья». На центральной площади города развернули торговые ряды, где можно было купить клубнику всех сортов, а также цветы, зелень и жимолость. Радует, что реально сегодняшний день, летом, клубничный фестиваль – это праздник, люди ходят, людей достаточно много. И мы получаем, наверное, удовлетворение, как власть, то, что мы максимально для жителей делаем досуг, праздники, вот такие много детей, поэтому, я думаю, мы на верном пути. Отдельный ряд предоставили пекарям и кондитерам. Гости праздника могли приобрести разнообразную выпечку и вареники с клубникой. И не только приобрести, но и попробовать, ведь в программе праздника был традиционный конкурс клубничных пирогов. Почему я решила поучаствовать? Потому что, на самом деле, пироги пекут очень многие женщины, да, и почему бы в таком конкурсе просто людям, не связанным с общепитом, не поучаствовать? Вот я, так скажем, застрельщиком буду. Присоединяйтесь ко мне, потому что дома, на самом деле, у всех полно клубничных рецептов. Это вот стопудово. Раз мы клубничная столица, значит, у нас должна быть масса клубничных пирогов. На площадке фестиваля работали фотозоны, детские спортивные площадки, но самое пристальное внимание было направлено на клубнику, которую здесь любят и умеют выращивать. Ею занимаются и фермеры, и личные подсобные хозяйства, и дачники. Как оказалось, в этом году самый популярный сорт клубники – Азия. С каждым годом клубничная столица Приморья привлекает все больше гостей. Сюда съезжаются не только жители Спасского района, охотно едут приморцы из других мест края. Кто за ягодой, кто за впечатлениями, кто просто отдохнуть. Анна Дьякова, Денис Водеев, Новости на Восьмом.